Здравствуйте! На телеканале Обнинск ТВ обзор новостей в студии Елена Сидорова и Ильхам Нигматуллин. Смотрите сегодня. Готовность номер один. Бойцы Обнинского гарнизона 9 мая пройдут торжественным маршем у Вечного Огня. Сегодня была генеральная репетиция. Новые песни придумала жизнь. Радиоэфир в современной России стал менее информационным, но выбрать развлекательную программу на свой вкус может каждый. Сопутствующие товары. Кто и что предлагает обнинцам размещает такие надписи на стенах и потолке подземного перехода. Сегодня день радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова, которому, кстати, в этом году исполняется 155 лет. 7 мая 1895 года на заседании отделения РФ в Санкт-Петербургском университете Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт принят за точку отчета начала радиосвязи. Но лишь через 20-25 лет в эфир стали выходить нерегулярные радиопередачи. Сегодня радиоканалов тысячи и, несмотря на мощную конкуренцию телевидения, радио по-прежнему востребовано. Что вы слушаете? Об этом сегодня в День радио мы спросили обнинцев. Радио слушаете? Редко. Да, мы слушаем. А какие радиостанции слушаете? Ретро-ФМ в особенности. Европа плюс. Позднее газеты, но раньше телевизионной картинки с легкой руки профессора Попова появилось радио. Удивительное изобретение, позволившее доносить до огромного количества людей последние новости в кратчайший срок. И что характерно, с годами популярность этого средства массовой информации ничуть не уменьшилась. И даже наоборот. Сегодня выбор радиостанции настолько велик, что порой бывает трудно определиться, на какую волну настроить свой радиоприемник. А слушают радиолюди по разным причинам. Каждый выбирает по себе. Радиодача, она, как сказать, немножко получающая. То есть информацию какую-то можно? Получаем, получаем, конечно. Между прочим, старшее поколение, помнящее те времена, когда население не было избаловано радиовещанием, до сих пор считает, что радио должно не просто информировать, но и воспитывать. Раньше люди, слушая радио, знали классическую музыку, народную музыку, стихи считали. У меня мать была неграмотная, но масса знала рассказов. Тесть обычный рабочий, классику знал. Как начинает? Благодаря радио. На сегодняшний день только наш медиахолдинг Обнинск ТВ транслирует на территории Обнинска целых восемь радиостанций. Когда принималось решение о запуске такой большой вещательной сети, задача ставилась одновременно и простая, и сложная. Удовлетворить все потребности радиослушателей. И судя по обратной связи и уровню живого общения в эфире наших ведущих Ильхама и Георгия, цель, если еще и не достигнута, то где-то очень близко. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин С 2.30 по улице Победы от пересечения с проспектом Ленина до улицы Курчатова, а также по улице Жукова. И во время проведения праздничного салюта с 19.00 до 23.00 движение будет ограничено по улице Мира от улицы Гурьянова до пересечения с улицы Лишенко. Из хроники дорожных происшествий. В Обнинске задержан автомобилист, скрывшийся с места происшествия. Авария с участием предположительно пьяного водителя произошла вечером 1 мая в одном из городских дворов. Водитель ВАЗа 99-й модели совершил столкновение с припаркованной возле дома иномаркой, после чего уехал с места ДТП. Потерпевший запомнил номера машины виновника происшествия. Через пять дней нарушитель был задержан. Им оказался молодой человек 29 лет. Причем за последние 9 лет его уже трижды лишали права управления автомобилем. Управляет у нас в этом средстве без правды. Как выключить? Ну, жена попросила с гаража забрать машину. Минувший вторник в нашей телехронике начался с происшествия на небезызвестном Добринском посту МЧС. Кольцо, опоясывающее служебное помещение спасателей, довольно часто становится местом ДТП. На этот раз перекресток не поделили две иномарки. Одна из которых ехала со стороны Белоусова, а другая из Обнинска. В начале 9-го часа утра местом ДТП стал 86-й километр трассы М3. По предварительным данным, поток машин, остановившихся перед светофором, протаранила 11-я модель ВАЗа. Среди тех, кому досталось больше всего, оказались водитель и пассажир автомобиля «Шевроле». У меня дед рядом ехал, я не знаю, там ребра или ничего. 101-й километр Киевской трассы в этот вторник стал местом задержания нескольких десятков мигрантов. Полицейские доставили мужчин в отдел для проверки документов. И прямо у всех регистрация? Здесь патент есть. Патент, регистрация. Откуда взяли-то? Со 101-го у всех? Ну, на базе. На базе? А, за продукты. А, за продукты. Все вместе? Как выяснилось, паспорта, патенты и местная регистрация оказались в наличии не у всех гостей отдела полиции. Некоторые рабочие после процедуры дактилоскопии были оштрафованы. В этот же день полицейские получили сообщение о взломе багажника машины жителя Обнинска. Семерка советских времен почему-то привлекла к себе внимание преступников. Автоворы вскрыли дверцу багажника, но, похоже, забрать, и его содержимое не успели. Подтвердить эту версию хозяин машины сможет лишь после того, как вернется из Москвы. Хроника происшествий 6 мая пестрила и дорожными авариями. Около пяти вечера на проспекте Ленина, поворачивавшая направо Нива, столкнулась с соседней иномаркой. Тем же вечером сотрудники ГАИ получили сообщение об аварии на улице Белкинской. К счастью, и в этом случае оба участника ДТП остались невредимы. И в этот же вторник в Обнинске был задержан в буквальном смысле липовый охранник. Обладатель поддельного удостоверения сотрудника ЧОПа и не подозревал о своем статусе. Как выяснилось, образование и подготовку охранника житель Обнинска все же имеет. Однако процедуру продления удостоверения мужчина доверил не тем людям. Нажив себе тем самым немало проблем. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. В Боровском районе задержан дачный вор, открывший стрельбу при задержании. Сообщение о звуках выстрелов в садовом товариществе Нива в деревне Городня получили обнинские полицейские от местной жительницы. На место происшествия выехали оперативники и выяснили, что двое мужчин проникли на территорию одного из дачных участков. Разбив окно в бане, они попытались залезть внутрь, но были застигнуты владельцами соседнего участка. Дачники попытались самостоятельно задержать злоумышленников. Один из преступников скрылся в неизвестном направлении. Второй начал стрелять из травматического пистолета и оказал активное сопротивление. В результате 48-летний житель Обнинска с простреленным предплечием был доставлен в больницу. Задержанному вору тоже пришлось оказывать медицинскую помощь. Оружие у него изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Семнадцатого мая в Обнинске пройдет сбор ртуть, содержащих ламп, использованных термометров, аккумуляторов и батареек от населения. Подобные экологические акции уже проходили в нашем городе, и как стало понятно, горожане заинтересованы в том, чтобы правильным образом утилизировать предметы, представляющие определенную опасность для экологии. В этот раз сбор будет проводиться по следующему расписанию. С 10.00 до 11.00 эко-мобиль припаркуется на проспекте Ленина, 15. Следующим пунктом станет улица Липунского, территория магазина «Радии». К полудню машина разместится на проспекте Ленина, 104, и завершится сбор на улице Гагарина, 35. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Обнинске 2-37-46. Еще раз обращаем внимание на то, что сбор будет вестись от населения. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно заключать договор на транспортирование и утилизацию этого вида отхода со специализированной и лицензированной организацией. Совсем недавно вновь открылся на станции Обнинская после ремонта подземный переход. Но уже сейчас его стены, потолки и даже поло обезображены так называемыми граффити. Однако среди этих бессмысленных корявых настенных росписей есть и такие, в которых заложен определенный и вполне конкретный смысл. Судя по надписям, чистота от ремонтированного перехода не давала покоя довольно ограниченному кругу лиц. Автографы вандалов повторяются из раза в раз. Но если в данных случаях речь идет о примитивном хулиганстве, то вот эта надпись, несколько раз продублированная на полу, стенах и даже потолке, вполне может потянуть на уголовную статью. Почему жители Обнинска не очень возмущаются данным фактом? А потому что понятия не имеют, что предлагается в этом объявлении и негативно воспринимают лишь сам факт порчи стен. Понятия не имеют, изобразие отрекламируется. Маразматическое отношение к культуре. Я даже не знаю, что это может быть, но это мне не нравится. Только сделали ремонт, у людей был бардак. И хорошо, что среди опрошенных нам так и не попался человек, понимающий, о чем идет речь. Ведь с целевой аудиторией этого объявления, равно как его авторам, в большей степени должны интересоваться не граждане, а сотрудники специального правоохранительного ведомства. И удивительно, что такие надписи красуются уже не первый день, а в городе все еще не нашлось банки краски, чтобы помешать предприимчивым дельцам реализовывать свой преступный товар. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. 437 лагерей летнего отдыха будут готовы в дни летних каникул принять калужских детей. Сейчас идет активная подготовка. Прежде всего, необходимо привести лагеря в соответствии с требованиями санитарных норм. Большинство таких учреждений уже заключили договоры на проведение обработки территории против лесных клещей и других вредных насекомых. Закуплено новое оборудование для 174 пищеблоков. Осуществляется ремонт водопроводных и канализационных сетей. Ведется санитарно-гигиеническое обучение персонала. Охрану детей и обеспечение порядка в лагерях отдыха возьмут на себя более 600 работников калужской полиции. Организованы противопожарные мероприятия, в том числе обучение дежурного персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Торжественный военный марш – это всегда украшение любого праздника. Но чтобы он выглядел действительно впечатляюще, взаимодействие всех участников должно быть заранее и хорошо отрепетировано. Сегодня в Обнинске у Вечного огня военнослужащие и кадеты готовились к главному своему маршу, которым они пройдут перед ветеранами войны и всеми горожанами в День Победы 9 мая. Ольга Некрасова оценила выправку тех, кто выстроился в эти парадные коробки, как говорят военные. На первый взгляд могло показаться, что одновременное присутствие у мемориала «Вечный огонь» детей и военных – это часть общего сценария. На самом же деле два предпраздничных мероприятия совершенно случайно совпали в одном месте в одном время. Группы детсадовцев и младших школьников накануне Дня Победы постоянно посещают территорию мемориала. Это воспитательная работа, которую проводят педагоги. А вот этим ребятишкам совершенно случайно довелось стать свидетелями репетиции, которую провели моряки из учебного центра ВМФ, бойцы и офицеры полка внутренних войск и воспитанники кадетских классов. Но прежде чем состоялся торжественный проход колонны мимо «Вечного огня», Михаил Воложинский, командир центра обучения подводников, лично осмотрел парадное обмунтирование каждого участника репетиции и дал рекомендации по устранению недостатков, если таковые обнаруживались. А младшие школьники тем временем не скучали, пели песни, которые они выучили. Встречу, встречу идут российские войска, и пусть военная дорога не литка, мы будем первым и правдой служить России. И участники марша действительно пошли плечом к плечу. Буквально через два дня это место станет центральной площадкой празднования 69-й годовщины победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И такой же марш, но еще более торжественный, увидят уже тысячи обнинцев. Ольга Некрасова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Сегодня это все, о чем мы хотели сообщить. Следите за новостями Обнинской региона вместе с телеканалом Обнинск ТВ. До свидания. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин